МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оценка или очередные поборы с граждан. Новые правила оценки недвижимости вызвали возмущение значительной части дагестанского общества. И у сишинцев против власти. Строительство спорного водопровода вызвало протест жителей в Дахадаевском районе Дагестана. В горах Дагестана сбор урожая. Рожь и пшеницу собирали жители Гумбетовского района в рамках фестиваля «Кольская роща». Многократный рост кадастровой стоимости недвижимости вызвал большой общественный резонанс в республике. По словам многих владельцев, переоценка сама по себе некорректна. За эту неделю в регионе этой проблеме было посвящено несколько заседаний и слушаний с участием общественников, экспертов и чиновников. К чему пришли в результате долгих споров и обсуждений, расскажет Патимат Ханапова. В 5, 10 и даже в 50 раз стоимость участков после пересмотра выросла как на дрожжах. Такие изменения, конечно же, возмутили владельцев недвижимости. Ведь чем больше цифра по ГАДАстру, тем выше сумма налога и других платежей. Насколько я понял, этим вопросом, когда занимался, они взяли просто с Авито. Как правило, Авито всегда бывает первоначальницей на завышенной. Потом идет переговор, и они могут кратно снижать его. Но они взяли по максимуму. Так получилось, что по одному, по двум земельным участкам они весь микрорайон могли оценить. Абсолютно никакого обоснования там нет. Благо, стоимость объектов пока что предварительная. Ее можно оспорить в досудебном порядке. Чтобы доказать, что цена определена неверно, нужно подать декларацию. Представители власти, в свою очередь, признают, что у оценщиков могут возникнуть неточности и ошибки. Мы все с одной стороны. Абсолютно открыты, абсолютно доступны. И ни в коем случае не говорите никому даже, что вот, нужно идти в суд, нужно тратить деньги, нужно заказывать какую-то независимую рыночную оценку. Все это неправда. Все это неправда. Достаточно привести хоть какое-то обоснование того, почему вы считаете, что ваш объект стоит гораздо меньше, чем написано. Мы хотим, чтобы эта кадастровая оценка была справедливой. Говорю абсолютно искренне, не вижу смысла как-то лукавить. Несмотря на возможность оспорить, политика проведения оценки возмущены многие. Сначала совещание с участием всех сторон проводит общественная палата, затем уполномоченные по правам предпринимателей, а после даже фонд имама Шамиля. По словам президента общества, к ним поступают десятки жалоб от населения. Некоторые из них не в курсе, что стоимость можно обжаловать. На этом совещании хотим обратиться к президенту Российской Федерации, к главе Республики Дагестан с просьбой, чтобы перенесли сроки рассмотрения этого вопроса минимум на год, а хотелось бы даже и на два года, чтобы довести до людей, чтобы люди были подготовлены. Все это нужно делать, но в рамках закона, и чтобы довести до людей до того, как принять этот закон. По роду своей деятельности я бываю практически во всех районах Республики Дагестан, в городах. Когда я разговаривал с людьми, к сожалению, 98% об этом даже знать не знают. А многие даже не знают, что такое кадастры. Поэтому очень плачевное состояние. Дома оценены, они не в курсе. Вот так почти что повсеместно так. Эксперты отмечают, что система абсолютно невыгодная для физлиц, владельцев квартир и домов. Если, допустим, у бизнесменов или предпринимателей есть какой-то доход, то обученный житель такие большие налоги на имущество может просто не потянуть. По словам экспертов, не стоит забывать, что в республике низкий уровень жизни и большая безработица. Надо было изучить еще платежеспособность дагестанцев. Это же не Москва. У нас иногда в раз в 10 меньше средний душевой доход, чем среднего москвича. Поэтому надо было дифференцированно подходить в зависимости от уровня. В Грузии пришедший к власти новый руководитель там, он резко снизил налоги. В своем интервью он говорил о том, что после снижения произошел резкий скачок собираемости. Все начали платить, а раньше налоги были для многих бедных грузин неподъемными. В тот период, когда каждая копейка на счету как у бизнеса, так и у граждан, работа по проведению оценочной деятельности становится сверхважной. Выше оценка объекта – больше налогооблагаемая база. А то, что налоги в казну должны поступать с соразмерным доходом населения, об этом чиновники почему-то думают в последнюю очередь. Батимат Ханабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Уже больше недели в Доходаевском районе продолжается противостояние муниципальной власти и жителей села Мюсиша. Всему причиной строительства водовода, который проводят в районный центр Уркарах. Жители Мюсиша возмущены тем, что работы ведутся на их территории. Дескать, Уркарах в достаточном количестве обеспечен водой из близлежащих родников. Мюсишенцы отмечают, воду в райцентр можно провести гораздо с близкого расстояния и за меньшие деньги. Но местные власти, по их словам, умышленно увеличивают протяженность проекта, чтобы освоить уже поступившие 108 миллионов рублей из республиканского бюджета. Подробности на шумевшей истории смотрите сегодня после выпуска новостей на ННТ в авторской программе Ханжана Курбанова «Ремарка». Ситуацию с сибирской язвой обсудили на встрече министра здравоохранения Джамалудина Гаджейбрагимова с главным инфекционистом страны Еленой Малиниковой. Главной темой стала профилактика и лечебно-диагностические меры в отношении больных. На сегодняшний день с подозрением на опасную инфекцию в Республиканский центр инфекционных болезней госпитализировано пятеро жителей Новокули. Специалисты из Москвы планируют лично осмотреть больных и изучить тактику их лечения. В целях предотвращения пожаров и несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с представителями полиции и Газпрома провели профилактический рейд по жилому секторам Кировского и Советского районов. Инспекторы напомнили жителям о том, что нельзя перегружать электросети, а также пользоваться неисправными газовыми и электрическими приборами. Также инвалидам и пожилым гражданам на безвозмездной основе установили так называемые пожарные извещатели. Целью данного мероприятия является проведение работ, беседы, инструктажей с населением данного поселка. В частности, здесь мы обходим пять общежитий, которые относятся к пятой категории пожарной опасности. Чем опасны данные общежития? Тем, что здесь большое количество людей проживает, дома достаточно старые, рыхлые и очень большая пожарная нагрузка. Также здесь нет подъезда пожарной техники, также здесь район является безводным. В квартирах, где проживают многодетные семьи, где проживают люди, ведущие социальный образ жизни, мы установили на безвозмездной форме датчики пожарных сигнализаций, для того, чтобы в случае возникновения пожара хотя бы люди могли своевременно об этом узнать и эвакуироваться. В эти дни в Татарстане в Болгарской Исламской Академии продолжает работу Международный форум «Богословское наследие мусульман России», где принимает участие и дагестанская делегация. На очередной научно-практической конференции религиозные деятели, историки, а также представители научной интеллигенции из регионов России говорили о правах мусульман в светском государстве. Также затронули вопросы сохранения и укрепления семьи и духовно-нравственного воспитания молодежи. В первую очередь хочется отметить высокий уровень организации форума. Желаю, чтобы он был ежегодным, чтобы он имел продолжение, потому что на самом деле насыщенные проблемы поднимались и в скором будущем надеемся на их реализацию. Сегодня мы видим активное взаимодействие мусульман разных регионов, мы видим активный обмен опытом, обмен информацией, обмен книгами, написанными в разных регионах. И это все наше богатство, это все наше общее достояние – мусульман, живущих на этом общем пространстве. И к другим темам. В рамках первого дагестанского стрит-арт-фестиваля на городской набережной Дербентия прошел мастер-класс по уличному искусству. Главным вдохновением для художников стал сам город. Напомним, для участия в фестивале приехали художники со всей России. Именно они создадут уникальные рисунки в этническом стиле на фасадах многоэтажных домов. Мастер-класс проходит в рамках фестиваля «Стена», который проходит уже достаточное время в городе Дербенте. В рамках фестиваля планируется нанесение графических изображений художниками на многоэтажке города Дербента. Спозной темой фестиваля является народно-художный промысл, и история города Дербента, что мы можем видеть не только на этих кубах, но и на стенах девятиэтажных домов нашего города. Тем временем в горах Дагестана идет активный сбор урожая. Так, в Гумбетовском районе в рамках фестиваля «Горская осень» местные жители собрались для совместной жатвы. Сейчас самое время для сбора полбенной пшеницы. Подробнее о том, как целитлинцы обрабатывают свои поля и стараются сохранить традиции предков в сюжете Карины Баталовой. Лопасти комбайна активно работают. Нужно успеть собрать рожи и пшеницу почти с гектара земли. Этот участок фермер Магомед Мухеддинов приобрел для выращивания уникального сорта пшеницы – полбы, которым занимались еще и его предки. По словам горца, для него важно производить экологически чистый продукт. Эта культура называется полба. Некоторые, даже можно сказать, большинство не знают даже название в этой культуре. А по-аварски это буа. В чем же ее преимущество? Раньше из этой полбы делали толокно. Это тэх по-аварски. Тэх из нее делали, очищают печень. Односельчане довольны, ведь в хозяйстве всегда нужны помощники, а это дополнительные рабочие места. В период сезонных работ и на постоянной основе – за комбайном и за трактором. Эту технику, кстати, фермер Махеддинов приобрел за свой счет. Я думаю, что в следующем году намного больше людей будут сажать, выращивать эту продукцию. Люди, молодежь, которые намного больше будут заниматься сельским хозяйством. Участники фестиваля также посетили строящуюся мельницу и другие объекты села. Гости остались довольно увиденным. Краски горска осени и трудолюбие горцев оказали на них незабываемое впечатление. Карина Баталова, Мурат Бекбарзов, телеканал НЛТ, Кумбетовский район. Две дагестанки вошли в состав сборной России для участия в молодежном первенстве мира по спортивной борьбе. Турнир среди женщин стартует 30 октября в Будапеште. В столице Венгрии в категории до 55 килограммов на ковер выйдет Виктория Ваулина. Она тренируется у чемпионки мира Замира Рахманова в школе имени Садулаева. Весной спортсменка выиграла континентальное первенство в Сербии. Другая наша участница Екатерина Вербина. Для нее соревнования станут дебютными в этой возрастной группе. В нынешнем сезоне представительница школы борьбы Хасавюрта была лучшей на первенстве Европы среди юниорок и становилась второй на первенстве мира. Четверо дагестанских бойцов выступят на турниры американской организации ПФЛ. Четверть финальные поединки гран-при за миллион долларов пройдут в Лас-Вегасе. Минувшим вечером спортсмены проходили процедуру извешивания. Ранним утром после трех часов по московскому времени свой поединок проведет полулегковес Мавлит Хайбулаев. Его соперником станет опытный американец Даниэль Пинеда. В другой стороне сетки должен был выступить Гаджир Абаданов, но боясь школы Абдулманапа Нурмагомедова не сумел сделать вес. А в легкой категории спор за солидный гонорар проведут сразу три дагестанца, причем любимцы публики Рашид Магомедов и Ахмед Алиев встретятся между собой. А Ислам Мамедов сойдется с атлетом из Таджикистана Лойком Раджабовым. Для выхода в финал каждому бойцу необходимо одержать по две победы за вечер. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин